Тема 832. Магазин домашней еды После публикации идеи стартапа онлайн рынок домашней еды меня попросили привести пример воплощения такой идеи хоть где, на западе или у нас. Я нашла подобный проект в американском городе Окленде, что недалеко от Сан-Франциско. Его сайт «Josephine.com» Я буду называть его просто «Josephine». Любая домохозяйка, живущая в Окленде или Беркли, может зарегистрироваться в этом сервисе, получить лицензию повара и свободно выставлять приготовленные или готовящиеся к приготовлению блюда. Получение лицензии полностью оплачивает сам сервис после тестирования кухни и рецептов новоиспеченного производителя обедов и ужинов. Интересно, сколько она стоит? Если у вас есть к этому профессиональный интерес, изучите сайт «ServeSafe.com». Он как раз об этом. Я, правда, ничего там не поняла, но нашла другой ресурс, который выдает лицензию калифорнийского. Окленд находится в Калифорнии. Повара за 10 долларов, конечно, после прохождения. Экзамена. Насколько я поняла, вы получаете карточку так называемого специалиста по еде, которая позволяет вам законно работать с едой, готовить ее и продавать в течение 40 лет. Для каждого американского штата свои условия получения этой поварской лицензии. Карточки. Такую лицензию может приобрести как отдельная домохозяйка, так и владелец бизнеса, ресторана или описываемого сервиса для своих работников. Вот так легко в США решается вопрос легальной готовки еды у себя дома. Итак, сервис домашней еды Жозефина принимает в свои ряды чистоплотных, грамотных и умеющих готовить домохозяек. После этого домохозяйки фотографируют свою еду и выкладывают ее на сайт с описанием сроком приготовления, ценой, которую они хотят получить за одну порцию. Указывают свое местонахождение, район, откуда можно будет забрать приготовленную еду и точное время, когда. Ее можно забрать в пределах двух часов. Своей службы доставки у Жозефины пока нет, но она собирается внедрить ее в ближайшее время. А пока любители домашней еды могут забирать ее сами, либо пользоваться курьерскими службами, например, Postmates.com, которая специализируется на доставке еды из ресторанов и магазинов по требованию в течение часа, круглосуточно. Зато всех домохозяек Жозефина обеспечивает бесплатной тарой, в которую можно положить готовую еду. И если Жозефина сейчас обеспечивает домашней едой два соседних города, Окленд и Беркли, то в ее планах присоедините все близлежащие пространства, а там, глядишь, захватит всю Америку с Канадой. Я нашла пока не очень много зарегистрированных домохозяек на сайте Жозефины, зато почти у каждой множество благодарных отзывов, больше 30, а у одной приготовительницы еды их целых 180. Значит, бизнес работает и вполне успешно. Не знаю, правда, какой процент от стоимости домашней еды берет себе сам магазин, организатор бизнеса, но довольные лица домохозяек и распланированное ими меню на неделю вперед говорит о том, что им нравится в этом бизнесе зарабатывать. Жозефину придумали два друга, которые любят домашнюю еду, но не всегда хотят готовить ее сами. Они открылись весной 2014 года. Сначала готовили еду на своей кухне, предлагая ее соседям. Очень быстро они собрали сообщество любителей домашней еды в своем городе. Уже через 5 месяцев после создания сайта они собрали 900 подписчиков, которые готовы получать новое меню каждую неделю, а их повара-домохозяйки готовят по 30-40 порций за раз. Вполне возможно, что сегодня, по прошествии еще 5 месяцев, эта цифра уже удвоилась, и готовить 30-40 одинаковых порций за раз. Это гораздо удобнее, чем готовить за то же время 30-40 разных блюд. Поэтому в таком проекта зарабатывать домохозяйки несложно. Головой работать не нужно, только руками. Итак, не знаю, как в России можно получить лицензию повара и доказать, что ты не собираешься никого травить за их же деньги. Нужно почитать законодательство. Кто захочет создать подобный бизнес, почитает и все узнает. Предлагаю начать с проверенных домохозяек, готовых предложить людям традиционную, но и нескучную еду. Для раскрутки бизнеса используйте социальные сети. Как обычно, можно запартнериться с устроителями разного рода праздничных мероприятий и готовить для них в том числе блины на масляницу, еще какие-нибудь блюда на другие городские мероприятия. У нас в городе на таких мероприятиях всегда нормально еды не хватает. Так вы получите дополнительное признание, бесплатный пиар и задел на будущее. Чем хороши независимые домохозяйки, они помогут обеспечить вам разнообразие блюд. Ведь обычно одна домохозяйка специализируется на чем-то одном. Одна хорошо готовит салаты, другая печет блины, у третьей сказочно получается куриная грудка и так далее. Ведь когда хочешь купить еду, хочется получить ее отличного качества, чем этот сервис еще привлекателен для клиента, сужу по себе, это то, что вы знаете точно, кто готовил то или иное блюдо. В наших супермаркетах имена поваров и их лица нам неизвестны. И никогда не знаешь, что ты купишь вместе с традиционным салатом, гадость или отличный вкус. В каждом супермаркете работают как отличные повара, так и непонятно из какого теста сделанные. Вроде бы готовят они по одинаковой рецептуре, а получается у них очень по-разному. Если бы я знала, в какой день работает хорошая повариха, я бы обязательно купила вот этот салат или вот этот куриный жульен. Но получается как на минном поле, не знаешь на кого нарвешься. И иногда лучше ничего не купить, чем купить и отравиться. А если я купила салат у конкретной поварихи, я имею полное право написать ей в отзыве все, что я думаю про ее стряпню, чтобы и другие знали, что их ждет. Поэтому данный сервис, во-первых, поможет талантливым. Домохозяйкам зарабатывать на своем таланте и любви к своим клиентам. Во-вторых, мы сможем покупать еду у конкретного повара, а не у супермаркета с неизвестно каким работающим в этом день поваром. То есть будем заранее уверены в качестве еды. В-третьих, здоровая конкуренция нашему рынку готовой еды не помешает. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok